Здравствуйте! Я сегодня с вами хочу поделиться очень хорошим простым способом черенкования роз. В прошлом году, в начале августа, я по вот этой книге, именно книжка досталась мне в наследство, вот по такому способу, как здесь вот роза нарисована, и здесь описание, как именно розы можно черенковать, даже есть способ черенкования именно в картошку, но я этот способ не пробовала, я покажу, какой способ очень простой укоренить розы, просто и легко. Из 20 черенков, если здесь написано, если из 20 черенков укорениться 5, то это очень хороший показатель. У меня получилось 6-7, но седьмой немножко, наверное, засыхает. Вот я тоже считаю, что вот это черенкование очень хороший способ. Как я укореняю эти розы? Вот я возьму одну из них, потому что вот пропало, я делаю вот такие бороздки глубокие, покажу просто на примере, сильно глубокие такие делаю. Потом режу черенки, оставляю, чтобы в земле были две почки, вот, и наверху, чтобы обязательно была почка, ну, можно и две, я их вот так, плашмя, вот так вот, плашмя, и две почки я вот так вот их потом прикрываю. Прикрыла, уплотнила их, вот они, видите, прямо лежит на земле. Потом, если они начинают приниматься, вот, как видите, у меня вот они начали приниматься уже, они начинают с земли, как бы, подниматься. Вот здесь вот на палец уже поднялся этот черенок. Здесь почти, вот видите, даже три пальца. Вот здесь даже тоже три, на три пальца. Они сами поднимаются. Я их сажаю с север на юг, и они к южной стороне сами, как бы, приподнимаются. Корневая система там выравнивается, растет, и сам этот черенок, он сам приподнимается и становится. Под течением времени, если он хорошо примется, он будет, этот черенок, прям прямой. Вот такой вот метод я делаю укоренение. Накрываю, конечно, потом пленкой, когда я их черенковала. Вот, и постепенно прихожу, если я приезжаю на огород, я, конечно, их приоткрываю. Вот, а потом, если уезжаем из дачи, я их опять накрываю. Вот мои черенки, посаженные в 2018 году, в августе, в конце июля, в начале августа. Вот, смотрите, вот выжила из 20 черенков, выжила 8. Вот они в рядочек, один ряд, и второй рядочек. Сейчас я раскрою все, вот посмотрите. Вот в таком состоянии, вот, сохранились черенки после зимы. Но я их еще пока и хорновато раскрывать. Пусть они еще поставят, потому что у нас холодно еще, холода стоят. Поэтому пусть они еще постоят под баклажками. Розы я клала плашмя на землю. Вот, видите, они поднялись. Вот, даже которые не принялись, они вот уже стоят пряменько. Как видите, да, они уже поднялись с севера на юг и растут. Вот, а это даже он бутончик небольшой дал. Но я его сорву, конечно, чтобы он не отнимал силы. Вот так вот я черенкую и получаю свои собственные розы. Я их сейчас пока не буду пересаживать. Они у меня все лето здесь посидят, укоренятся хорошо. И потом я осенью, где-то в конце сентября, я их пересажу. Вот. Я вам сейчас покажу, которые я высадила черенки в 2017. А уже в 2018 на постоянное место высадила. Уже дают в этом году новые отростки. Пойдемте, я сейчас вам покажу. Вот он, кустик из черенка. В этом году уже, вот видите, новый побег дает. Это в прошлом году я осадила осенью черенок. Вот он. И второй. Вот он черенок. Я его пока держу в траве, потому что еще прохладно. У нас ночи прохладные. Вот он, второй черенок. Вот в нарциссах пока. Сидит. Я его пока у нарциссы немножко уберу. Вот он, второй черенок. Осенью я уже высаживала на новое место. Вот он дает новый побег снутри, уже от корневой системы своей. Вот два черенка. В прошлом году я высадила на новое место. Вот так вот я размножаю, черенкую. И получаю свои розы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.